Вот примерно в этом участке лежала бутылка квадратной формы, разбитая, которая была полностью залита красным цветом, похожа на кровь. И далее пятна ввели в выгребную яму. Марсель говорит, это даже хорошо, что тело нашел он. Ведь в поисках четырехлетней Анжелики участвовали не только правоохранители. Все село, даже школьники, прочесывали окрестности. Когда полицейский заглянул в выгребную яму, даже ему стало не по себе. Ну естественно жутко, она лежала на спине, лицом, то есть в отверстии, и видно было, что вся она была в крови, лежала голая в одной маечке. Убийца даже не перерезал, порвал девочке шею осколком бутылки, а перед этим жестоко изнасиловал четырехлетнюю Анжелику. Самое ужасное, что свою жертву мужчина забрал из отчего дома. То есть дедушка слышал? Да, да, да. Дед мне сам рассказывал. А я прямо матерком, что ж ты не встал, не глянул, кто зашел. Да я думала, Сергей сожитель. А он не Сергеевич. Соседки теперь негодуют, дескать, старшие прохлопали малышку, не уследили. А следить особо было некому. Отец семьей не жил, мать спала с сном сожителем в другом доме, а вот это бабушка Анжелики. В общем, в ночь трагедии двери этого дома были открыты настиж. Мужчина просто зашел, взял девочку и унес на пустырь за селом. Сейчас родственники говорят, много раз просили органы опеки забрать у матери двоих детей. Семья давно числилась неблагополучной. Все люди говорят, живут грязным, у них никаких условий нет. Что люди дадут покушать, тем они и питаются, чтобы лишили ее родительских прав. Писали заявление к этой Лезиной. Да, да, мы примем меры, примем меры. Пока вот это происшествие не произошло, они даже не начали шевелиться. В тот день, когда произошла эта трагедия и органы опеки побывали в доме, мы приняли решение пока мальчика забрать. То есть ситуация неблагополучная? В принципе, да. Поэтому мы сейчас будем рассматривать, кто и что упустил, и почему была упущена эта семья. Естественно, это будет разобрано на ближайшем совещании. Анастасии, кажется, все равно, кто и что говорит. Она сидит у изуродованного тела дочери и тихо воет. Хоронить Анжелику решили в открытом гробу, но тело прикрыли простынкой почти до самых глаз. Зверь не делает так, как он сделал. Он приходил, когда я там жил. Один раз, два раз видел. Три раза. И все. Дайте мне на растерзание. Без суда. Я его сам порву. В Шостаковке крови за кровь требуют почти все. В маленьком селе каждый знает убийцу. Бабки проклинают у Зувера. Мужчины прямым текстом говорят, линчевать насильника помешали только правоохранительные органы. В похоронной процессе перешептывались. Малышка отставала в развитии и в четыре года не умела говорить. То есть не смогла бы даже указать на насильника. Люди говорили, бессмысленное убийство. От запредельной жестокости передергивало исследователей. Рассказывают, изувер числится вполне обычным сельским мужиком. У самого подрастает трехлетняя дочь. На него могли бы и не подумать, но доказательства неоспоримы. Его конкретно видели в этом районе в совершении преступления. Также применялась собака кинологическая, которая по запаховому следу вышла на дом, где проживал преступник. Изувера нашли прямо в день убийства и сразу же взяли под стражу. Правда, это тот случай, когда преступника спасают от общества. В суд его привезли под охраной, в закрытой машине. На улице дежурили полицейские. 11 августа Таштинский районный суд вынес решение заключить обвиняемого под стражу. Но он и не возражал. Безжалостный убийца сейчас слишком сильно боится за собственную жизнь. Напротив, он полностью признал свою вину, написал явку с повинной и даже сообщил, что сожалеет о случившемся. Вполне вероятно, сельский педофил больше никогда не выйдет на свободу. За издевательство на четырехлетней Анжелы ему грозит пожизненный срок. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.